ДОНАЛЬД ТРАМП 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 «Я больше не чувствую себя мужчиной, я теперь буду женщиной». И ему бы позволили состязаться с женщинами во всех турнирах. И это бы считалось равенством. Это сочли бы достижением в борьбе за равенство. Мы знаем, это никак нельзя назвать равенством. Вот проблема левых такер. Это очень серьезно. Они не понимают, что такое равенство, в чем его смысл. Они думают, что это просто одинаковость. Что один человек должен быть точной копией другого. Никто не должен отличаться. Они ненавидят понятия «мужчина», «женщина», «мальчик», «девочка». Эти слова предполагают, что между нами есть различия. И они есть. Консерваторы борются за равные возможности для всех людей. Но мы признаем объективные биологические реалии, которые нельзя игнорировать. И когда вы делаете вид, что их нет, это как бы меняет представление людей о мужчинах и женщинах, не так ли? Одна из причин почитания женщин мужчинами — они продолжают род, они кормят грудью, рожают детей. Я знаю, у нас не принято ценить это, но именно это нужно ценить. Это важнее всего. И если мы вдруг заявляем, что мужчины могут кормить грудью, могут рожать, тогда что особенного в женщинах? Серьезно. Ничего. Они говорят, ничего в нас нет особенного. Кстати, про грудное вскармливание. Не знаю, в курсе ли вы последних тенденций, но теперь это обидное понятие. Оно подчеркивает исключительный женщин. Его рекомендуют заменить. И вот что я нахожу забавным. Они продолжают называть нас трансфобами. Но вспомните, например, Рэйчел Долизел. Левые так обозлились на нее, потому что она за неимением лучшего термина «расовый транс», не так ли? Белая женщина, которая в один прекрасный день решила, что отныне будет выдавать себя за черную. Ее разоблачили, но представьте, что Рэйчел Долизел начала пользоваться возможностями черных. Добилась академического успеха, получила стипендию для черных. Разве это не привело бы левых в абсолютное бешенство? Потому что она считала себя черной. Потому что однажды утром решила ей стать. Почему к женщинам не применяют те же стандарты? Почему они позволяют уничтожать женщин? Они говорят, что мы должны бояться Трампа и его администрацию. Потому что он так опасен для женщин. Но посмотрите, что сделал Джо Байден за две недели президентства. Вот о чем нужно беспокоиться. Это такое очевидное безумие периода поздней империи. Будущие поколения будут смеяться над нами. Им будет трудно поверить, что такое имело место. И только потому, что все мы с этим мирились. Но не вы. И я благодарен вам за вашу честность. Поздравляю вас с рождением сына. Большое спасибо. Кэнди Соленс. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова